Меня зовут Чихан Руцанов. Я филипп, русский филипп. Я стараюсь презентировать по-русски. И даже импровизировать мой доклад. И иногда читаю мою статью несколько годов. Это совсем другая физика, которую я предложу. Первая тема относится к организации системы физики. И я скажу, что как бывший отец Семенов сказал... Сначала я объясню. Русский язык 2000 миллионов раз более сложный, как английский язык с точки зрения грамматики. Поэтому это очень трудно для иностранцев, как я, импровизировать доклад. Но я стараюсь делать это, потому что это будет интереснее, чем просто прочитать. Ап. Семенов сказал, что... Подлинный третий закон Ньютона Динамического взаимодействия Должен быть аксиом В сей современный физика Это... Подлинный третий закон Ньютона Открыт... И было, как сказать, они в телефизике спорили, и тогда А.Семенов сказал так, это значит, нужно, нам надо бросить современную авторитетную квадратную механику в сольный ящик. И всю современную квадратную механику бросить всю, потому что современная авторитетная квантовая физика только, как сказать, Сакуренит. 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 Вся наш мир, весь наш мир, и вся, вселенная, и все, весь мир математики дискретны. Это не конкуренные действительные числа, несуществуют. С точки зрения фундаментальной математики, такое число не существует. Можно доказать, что это не существует, используя теорию несовершенствования гейдер, которые на основе концепта рекурсивно и теория, которые на основе концепта рекурсивно. Рекурсивно. Я не могу сказать, что это не так. Рекурсивно. Рекурсивно при числе, при численности, при числе, при числе, при числе, числе, это совсем неиспределение. Рекурсивно при числе. Концепт бесконечности не обеспечен в математике. Если это не возможно причислить рекурсивно. Поэтому области вероятности теории вероятности и области интегрирования и дифференцирования на основе кондициональных действительных чисел. Поэтому эти две области математики ошибаются и должны быть исправлены. И, кроме того, современная авторитетная физика использует много уравнений, много уравнений и уравнений, дифференцированных и дифференцированных уравнений. Поэтому, конечно, эта физика совсем ошибочна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Importance... Вопрос. Коматолог сказал, что все экспериментальные результаты и экспериментальные уравнения уравнение современной авторитетной квантовой механики и теории относительности могут быть выведены из подлинного третьего закона Ньютона. Это значит индуктивно можно объяснить такие экспериментальные результаты. Я создал относительную версию подлинного третьего закона Ньютона динамического взаимодействия. Продолжение следует... Это если написано как уравнение подлинный третий закона Ньютона будет так. Это сила, скорость страны, действия. Это сила и скорость стороны противодействия. Версия, относительная версия, относительная версия, Такое сравнение, которое я вывел. Есть такое чувство. Это масса, скорость света, скорость частицы. И это боковая масса. И это скорость света. Это означает, скорость вращения. Это означает, прямая скорость. Прямая скорость вдоль тангенса, тангенса, тангенса орбиты. Прямая скорость, скорость света. Эйнштейн писал по ходе уравнения таким образом. Вы понимаете? Так как есть корень, Скорость частиц не будет превышать скорость света. Потому что это будет мнимое число. Но я позволяю. Скорость частиц превышать скорость света. И поэтому эта часть может быть отрицательна. И поэтому масса может быть отрицательна. Что означает масса отрицательна? Это значит, диэлектрическая постоянная. Отрицательна. И диэлектрическая постоянная. И диэлектрическая, нет. Пагмитная страницаемость тоже отрицательна. И направление, ход времени будет отрицательна. И так далее. Вся. Все. Отличается. Отличается. Я хочу сказать, что История оба уравнения. Можно детективно объяснить. Практически все. Экспериментальные уравнения. Все. Все. Законы. Законы. Физики. Например. Стя. Стя. Вalieц. Ш streets. Notlig zombie. Это. Принведев singing. Война. Газовая, постоянная, это давление, это обмен, объем, 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 объем. Обмен, объем, и это температура. Можно вывести это уравнение из такого. Это давление и это поверхность. Видимы или нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Температура должна быть. Температура первая. Температура первая. Температура первая. Температура первая. Температура первая. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Н-поли находятся в Украине и Н-поли в Украине, в регионах. Почему? Есть, как сказать, они отталкиваются, Н-поли, С-поли отталкиваются внутри пространства катушки. Вы понимаете, что это означает? Это внутреннее пространство катушки отрицательной магнитной проницаемости. Согласны? Внутри катушки меняется поляризация. Одинаковые пространства начинают притягивать. Это направление. Никогда не меняется. Каким органом? Никаких физиков до сих пор узнали этот факт. И современная аппаратитетная физика скажет, что невозможно определить Н-поли и С-поли. Каждый раз мы берем магнит. Разникается. Разникается. Н-поли и С-поли. Почему? Потому что магнит всегда имеет, без ошибок, имеет внутреннее пространство, которое отрицательной магнитной проницаемости. Н-поли и С-поли. Н-поли. Н-поли. С-поли. Н-поли. Н-поли. который мы можем создать электромагнитным миром. Если мы внесем такой магнитной молпоид N-парядный, 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 N-парядный Они существуют, которые существуют внутри, как странно. А теперь, а теперь, он не будет. Поехали. И шахпарно, тридцать пиачили. Сделал эксперимент с магнитными монополиями. Это действительно существует, это совсем теоретически ошибочно то, что современная квантовая физика, современная элементарная частица, теория, современная теория элементарных и так далее. Это сабсиенне. Ассиенна. 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 А... One, one. Точекая. Один. Second. После, создание в силении. Существовал магнитными монополиз. Сейчас нет. Они скажут так, но это совсем ошибочно, мощно, что магнитный монополит существует, всегда существует в таком пространстве. Используя генту Невиуса можно создать в пространстве положительной магнитной проницаемости. Используя генту Невиуса нужно создать такой магнитный монополит. Используя генту Невиуса. Электрическую сеть, используя электрическую сеть, который вызывает суперэлектричество в нормальной температуре. Используя только благодаря... Электромагнитной индукции. И... Могнитный монополит. Используя генту Невиуса. как сказать, электропровод здесь, и сначала это будет ноль полей в центре, и это будет, например, S-полярный магнитный монополий, который будет вызван в поверхность. Это ноль полей, это не N, а ноль полей. Но если мы поставим такой магнитный монополий внутри пространства катушки, это будет центр, в центре магнитный монополий будет концентрированный, концентрированный, и это будет находится в Украине. С и Н, можно сказать так, всегда существовать в таком пространстве. Такой интересный, интересный парень. Я говорю о постоянной трамках. Постоянная планка. Это магнитный заряд, магнитного монополия, умноженный электрическим зарядом электрона. Это магнитный заряд, вы можете оберить физическую единицу, да, единицу. Это. Эта. Сколько? И это. Эта. Ампера секунды. Если мы отделим постоянную планку электрическим зарядом электрона, мы достанем магнитный заряд, магнитного монополя. Таким образом, я достал Магнитный заряд. И мне моя постоянная Магнитный заряд. Магнитный заряд. Магнитный заряд. Это тоже Это Мнимая постоянная электричество. Есть тоже Мнимая постоянная Магнитизма. Это Магнитный заряд. Единый Магнитный заряд. Магнитного монополя. Здесь И Что означает это? Это Скорость Распространения Магнитного поля. Это Была Скорость Света. Или Скорость Распространения Электрического Поля. Сейчас Это Скорость Распространения Магнитного Поля. Скорость Гораздо Ранее Я Скажу Что Это Гораздо Больше Скорость Цвета. Это Противоречивый Труд Что То Что Эйнштейн Сказал Сказал Я Виведен Виведен Ввожу Такую Величину Там И Мы Достанем Магнитную Проницаемость Вакуум И Нужно Уносить Тоже Постоянную Планку Постоянную Планку Таким Таким Обратом Мы Имеем Все Величины Это Внимы Моя Постоянная Я И Магнитный Заряд Магнитного Монополя И Магнитная Проницаемость Магнитная Проницаемость Вакуума И Постоянная Планка Мы Достанем И Можно Вычислить Перетянуть Распространение Магнитного Поля Результат Я Это Два Точка Восемь Один Четыре Три Выложена Извините Итак Это Более Чем Около Сто Тысяч Раз Более Чем Скорость Скорость Света Потом Я Вычистлю Тоже Скорость Распространения Гравитационного Гравитационного Поля Что Означает Это Число Сто Тридцать Семь Это Означает Что Сначала Вселенная Была Очень Огромная Сфера Я Я Я Я Я Видел Что Величина Имея Такое Отно Тридцать Отно Действительно Я Я Время Т Это Не ИС Т Минковская Минковские Казады Совсем Отно Время Не Изменяется Это Абсолютно Не Не Изменяется Время Подникает Подникает Вопрос Как Современная Авторитетная Физика Определить Скорость Сам Скорость Скорость Отзначает Дельта 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 Х Даже Если Вы Двигаете В пространстве Я В Пространстве Ничего Изменится На Временной Уси Вы Понимаете Поэтому Это Ноль На Как Сказать Конечно Это Запрещено В математике Ну Все Весь Концепт Современной Физики Современной Авторитетной Физики На Основе Такой Скорости Такой Концепт Скорости Это Не Существует И Кроме того Я Скажу Что Потому Что В пятом Дне Я Говорил о Нормальной Теории Физической Теории НЛО Телепортация Антигравитация И Машина Времени Этс Этс Можно Придратить Я Скажу Что В Эти Карнатах Наши Карнат Наши Карнат Это Временная Ось Действительная Ось И Вы Понимаете Что Если Частица Двигается На Поверхность На Поверхность На Перпендикулярной 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 Временной Оси Это Двигение Не Вызывает Изменение Времени Вы Знаете На Поверхность Которая Перпендикулярная Нормально Нормально Да Нормально Двигения Все Двигения Двигения Происходит Без Изменения Времени Это Телепортация Я Скажу Все Все Двигения Стирается Без Изменения Времени Истребитель Американский Истребитель Триугольные Истребитель Можно Это Так Да Куда Бифферт Браун Эффект Бифферт Браун Эффект Означает Что Сыла Носит Самарин На направлении Это Как сказать С Отрицательной Отрицательной Заряды До Получительного Заряда Возникает Сила Против Вакуума Чтобы Носить Самолет Не Нужна Нефть Если Если Это Как Скорее Покое 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 Электрический Заряд Существует Там Это Внизу И Если Покое 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 Это Будет Только Уран Который Покое Покое Крыл В Американском Истребителе Да Но Если Мы Создадим Такой Бифетбран Эффект Внутри Покое 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 Отрицательное Магнитное Проницаемость Это Будет Очень Очень Эффективно И Можно Быть Техко Поднять Ракет Или Самолет Антигравитацией И Когда Двигать Двигает На этом Направлении Тогда Эта Временная Ось Автоматически направлена Вверху И Сейчас Все Двигения Нормальная Двигает Нормальная Подготовленность Будет Телепортация Вы Они Видели В космосе Очень Очень Много 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 Явлений Используя Авторитетную Современную Физику Это Абсолютно Невозможно Объяснить Объяснить Все Какие Явления Явлений Абсолютно Много Много